На операционном столе собака. Четвероногий друг попал под колеса автомобиля. В результате ветеринары полностью удаляют у животного бедренную кость. Операция не из легких. В Межкафедральном научном центре ветеринарной медицины Ульяновского государственного аграрного университета подобные случаи нередкие. Специалисты проводят пластику сухожильно-связочного аппарата, оперируют мелких домашних животных при различных переломах трубчатых костей и позвоночника. У нас имеется оборудование эндоскопического характера. То есть мы можем заходить внутрь животного и визуализировать те изменения, которые проходят в организме животного. Мы приобрели несколько оборудований, которые я считаю, что они нам очень хорошо помогают во время операции, в послеоперационный период. Это в первую очередь можно увидеть медицинский QVS. Помимо хирургических мешательств, питомцу при необходимости могут провести рентгеноскопическое исследование в кабинете лучевой диагностики или безболезненно удалить зуб. С возможностями научного центра сегодня ознакомился заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев. Самая современная мобильная рентгеновская установка. То есть мы имеем, да, это рентген, мы имеем возможность взять ее под мышку и уехать в хозяйство. В хозяйствах инородные тела, нарушение минерального обмена крупно-рогатого скота и вся текущая вещь, то есть вплоть до пневмонии телят. После научного центра федеральный гость отправился на завод «Марс» посмотреть, как в Ульяновске производят пищу для домашних животных. Алексея Гордеева отвели на линию по производству влажных кормов. К слову, завод в регионе представлен не только фабрикой по производству пищи. На «Марс» выпускают также кондитерские изделия. В октябре этого года компания открыла в Ульяновске первую в стране Центр изучения питания домашних животных. Мы особое внимание уделяем снижению нашего воздействия на окружающую среду, мы снижаем энергопотребление и успешно развиваемся в этом направлении. У нас есть раздельный сбор отходов. В присутствии заместителя председателя правительства страны произошел еще ряд важных событий для региона. Первое – открылся современный молочный животноводческий комплекс на 1200 голов крупного рогатого скота. Торжественная церемония запуска состоялась с помощью телемоста между Ульяновском и селом Троицкий-Сунгурного Спасского района, где и построили комплекс. Стар даем! Два других важных события – это подписание инвестиционных соглашений между Ульяновской областью и Краснодарской компанией «Зернотрейд», а также ООО «Руагра». Согласно документам, в регионе появится комплекс по реконструкции и модернизации переработки зерна, а также еще один животноводческий комплекс, но уже на 2000 голов крупного рогатого скота. И даже вот то, что сегодня мы подписали инвестиционные соглашения, о которых вы говорите, это как раз для них. Для, прежде всего, молодых людей, которые будут иметь там среднюю заработную плату в два-три раза выше, чем сегодня в среднем по Ульяновской области, уж тем более в игропромышленном комплексе. В интервью журналистам Алексей Гордеев признался, что доволен визитом в Ульяновскую область. Тем более, ситуация в игропромышленном комплексе региона знаком давно. Динамика роста этой сферы его с каждым годом приятно удивляет. Сегодня надо сказать, что это совсем уже другая экономика, другие технологии, другая организация производства. Мы знаем, что в Ульяновской области десятки по инвестициям, если рассматривать все регионы России. Мы видим здесь очень современные крупнотоварные производства, как сырья, так и уже готовые продукции. Зампредседатель правительства также отметил, что регион успешно осваивает не только российские рынки, но и выходит на мировую арену. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Ульяновской области.